добрый день дорогие друзья с вами сергей лукинцов сегодня я нахожусь в цеху у ребят по переработке меда по развивке ну это их это их дело это их как говорится увлечение но нам пришла с евгением одна замечательная мысль приходит время для лечения пчел приходит время для закармливания пчел и многие наверное сейчас уже современном мире пчеловодство большинство пчеловодов делают это через закармливание сахарного сиропа то есть о чем я хочу рассказать да я очень много смотрел изучал эту тему и те люди которые отрицательно относятся к сахарному сиропу да я вам скажу сейчас одну поразительную вещь сахар это гмо но и мед это тоже гмо те кто сейчас воскликнет да ты что говоришь да то я попрошу попрошу прогуглить эту тему да и задайте вопрос или google или яндексу назовите пять продуктов гмо и вам выдаст сейчас по памяти попробую вспомнить первое это хлопок это сахар это мед это соя и что-то еще 5 5 продукт геномодифицированные но так ли это страшно гмо мы нас так напугали когда человек вмешивается в это производство изменения ген ген на генном уровне какого-то продукта тогда можно наделать очень страшные вещи да но когда этим занимается пчелы а мы с вами знаем что пчелы берут нектар а нектар это сахароза и сахар это тоже сахароза но пчелы не могут усваивать чистую сахарозу поэтому они разделяют сложные сахара такие как сахароза на простые сахара на фруктозу и глюкозу и после этого они легко это усваивают в меде они мед не делают для людей ребята вы одно запомните пчелы не мед делают только для себя это человек вмешался и забрал у них мед а потом хочет им что-то заместить и вот изучив эту хорошо тему это будет тема специальная для допустим стрима или отдельная тема что такое гмо что такое мед и все остальное сегодня мы хотим поговорить о другом я встретился с одним человодом человод выходного дня у которого большая пасека в дании алексеевке он подписчик моего канала стас и когда он узнал что мы вот вроде бы что-то хотим он говорит это интересная идея если бы можно было у вас купить а что купить сахарный сироп но сахарный сироп может быть для стимуляции маток потому что еще многие слабые отводки люди хотят разогнать их поэтому надо делать сироп один к одному закармливать это тоже время пришло закармливать сильные семьи надо начинать закармливать для того чтобы матки сократили гнездо перестали сеять и готовились к зиме да но и подкормка вернее лечение пчел да от европейского американского гнильца а других заболеваний да проводится тоже благодаря жидким подкормкам и каким этим подкормкам допустим а давайте перейдем к делу сегодня я представлю это евгений значит он будет готовить сироп ну идея это была такая мы хотели начать его готовить для себя пронежи расскажи пару слов для себя стал вопрос то есть как это проще и быстрее сделать ну и тут пришла идея по ходу того чтобы в оборудовании есть все есть как бы почему то есть это не и самое главное в чутком пропорциональном соотношении правильно то есть на данный момент вот здесь я зале час минуточку мы покажем сахар так здесь 15 литров воды то есть она уже закипела сейчас она как бы джону папа порог идет порога то есть здесь отмерено вот 30 килограмм сахара по 15 килограмм сейчас как бы но это все засыпается и ставится замешиваться так евгения еще хотел спросить сейчас ты будешь готовить сироп для подкормки для лечения для чего ну данном случае подкормка и немножко конечно это проще чем мешать стоять поварешкой или ложкой ну и к тому же друзья те кто не могут быть на пасеке каждый день и драгоценное время уходит тем конечно проще закупить тот же самый какой-то лечебный сиропчик и увести выходные на свою пасеку разлить пчелкам дать и быть спокойным за будущее своих семей зиму так процесс у него подогрев есть ну вот мы сейчас пойдем пить чай да а он будет готовить сироп вот друзья и пришла идея до что не просто делать сироп один к одному или два к одному а также мы будем делать лечебные это оксибактоцит оксибактоцит да порошок это от гнельцовых всех заболеваний ну кто-то если не ознакамливался не знает вот и на зимотоцит будем для лечения но это я советовал более позднее время наверное в начале сентября в середине сентября перед зимовкой непосредственно да ну самое интересное то самое интересное то что нам интересно то что если вам понравилась наша идея и вы готовы приобрести то мы готовы принять ваши заявки в частности по области кто-то может сам приехать кому-то мы можем сделать доставку по городу или в ближайшие районы но я еще раз повторяю мне кажется это будет интересная идея для пчеловодов выходного дня вот ну а также те кто не могут приготовить правильный качественный сироп для лечения стимуляции засева маток и закорма их в зиму мы будем продолжать работать сегодня завтра мы уже я уже начал закармливать чел уже они сейчас будут своих закармливать в чел и параллельно лечить вот как лечение это делается много роликов есть в интернете но если у вас будут вопрос вопросы пишите в комментариях и самое интересное понравилась ли вам наша идея знаю что будет ключевые вопросы сколько это стоит вот но все будет исходить от ваших заявок и мы будем отвечать а может быть подробнее потом сделаем ценник если это будет интересно вам что сколько будет стоить потому что концентрация сиропа один к одному для стимуляции это будет одна цена сами понимаете что на 1 литр воды засыпается 1 килограмм сахара плюс работа плюс электричество все остальное вот и здесь но процент на содержание будет 08 значит по содержанию сахара в сиропе вот содержание для закорма мы делаем два к одному это моя личная рекомендация сам уже закармливаю сам знаю и соответственно будут стимулирующие вернее не стимулирующие добавки а лечебные сиропы будут готовиться исходя из того что что вы будете заказывать вот спасибо вам друзья вот мы будем закармливать мы будем лечить и в ближайших видео все это будем вам показать а вы пишите комментарии и с вами был сергей лукинцов и евгений всем до новых встреч ребят